Всем привет, на связи Мабу и сегодня поговорим на очень такую интересную тему, которая как бы со стороны не сильно связана с Android разработкой, но тем не менее сильно с ней связана и в принципе связана с выбором сферы разработки, можно так сказать. О чем мы сегодня поговорим? Смотрите, есть линия разработчика, по которой можно идти, это трудоустройство и работа на компании. Многие идут в эту сферу, особенно после 30 лет, кому больше 30 лет, либо те, кто не напрямую идут, не хотят пойти по этому пути, а многие те, которые задумываются после определенного стажа работы, также об этом направлении, а некоторые задумываются о параллельном своем развитии. В чем я говорю? Независимо от того, человек будет работать в компании или нет, каждый разработчик думает о разработке своего продукта, на котором в идеале он хочет зарабатывать пассивные деньги, то есть, допустим, создать какой-то продукт и пользователи просто пользуются этим продуктом по ежемесячной платной подписке, набираешь большое количество пользователей, и вот у тебя уже готовый, скажем так, пассивный доход, который может быть очень маленьким, начиная там, грубо говоря, от 300 долларов, да, так и очень крупным, вплоть до сотни тысяч долларов. И этот путь, он очень привлекателен, но когда вы заходите на этот путь, вы не совсем понимаете, по какому пути нужно идти, создавать веб-приложения или создавать мобильные приложения. Очень легко пойти не по правильному пути и очень легко ошибиться. В этом видео я вам расскажу, что из себя представляет современный рынок именно разработки в качестве своих собственных стартапов и как понять, что более востребовано и куда вкладывать средства в плане сил, силы и куда вкладывать силы, потому что вы можете потратить несколько лет, создавая продукты, в итоге поймете, что вы не тем занимаетесь. Устраивайтесь поудобнее, видео будет очень полезным, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид-разработчиком и сделать это оперативно, качественно, на современных технологиях, вы уже устали изучать статьи и видео в интернете, не видя при этом существенного успеха, вы не понимаете, как правильно изучать андроид-разработку, вы уже устали отбирать актуальный материал по андроид-разработке, при этом не понимая, что применять, а что уже нет, вы хотите получить стабильную и высокооплачиваемую работу, или, например, вы хотите построить собственный бизнес по заказной разработке, или создавать собственные стартапы в сфере мобильной разработки, вы хотите пройти качественное обучение в личном формате с безлимитным количеством консультаций, или вы хотите, чтобы вас провели от уровня «ничего не понимаю» до собеседования или выхода на рынок мобильной разработки, а также дали советы и рекомендации по старту карьеры, то тогда записывайтесь на обучение по профессии андроид-разработчик. Ссылка на сайт, где вы сможете более подробно узнать об обучении, а также связаться со мной, есть в описании к этому видео. Также под видео есть ссылки для связи со мной напрямую. До встречи на обучении! Итак, как я сказал в начале видео, существует основных два главных направления. Это веб-разработка и мобильные приложения. И тут эти приложения, они кардинально будут разными. Тут специфика заработка, специфика потребности, все разное. Давайте подумаем, что больше подходит под мобильную разработку, а что больше подходит именно про веб-разработку. По факту веб-разработка на сегодняшний день, это по большей части разработка сайтов для компаний. Сайтов, можете назвать это веб-приложений для компаний. И когда вы выходите на этот рынок, пытаясь создать, что вы можете, например, создать? Давайте, вот тут по факту, веб-приложении, когда мы говорим, тут есть два направления, по которым вы можете двигаться. Это разработка готовых решений для бизнеса, и это создание своего продукта. Что такое создание готового приложения для бизнеса? Например, есть барбершопы или салоны красоты, у которых, собственно, понятно, какая потребность. Найти клиента в интернете, по факту, да, то есть получить трафик. И мы можем, и вот многие вот такие салоны красоты, у них нет. По-настоящему много денег для того, чтобы вам заплатить за заказную разработку и создать сложное веб-приложение, в котором, скажем так, будет все динамично работать, будет все работать без тормозов. По факту это будет информационный сайт с каталогом услуг. На этом сайте вы можете записаться к определенному мастеру, на определенную услугу, посмотреть, какие дни у него заняты, какое время у него свободно или какое время занято, написать ему лично в чат на сайте, зайти в свой личный кабинет, посмотреть, какими вы услугами пользуетесь, сколько вы платили за это. И также менеджер этих салонов красоты или барбершопов может вам написать и отправить в персональную скидку. То есть это очень такая уникальная, скажем так, история. Но как бы со стороны выглядит очень классно, очень прикольно, да, как бы, ну, если это очень такая дорогая разработка, и салоном красоты или барбершопом, опять же, салон красоты и барбершоп, это мы берем для примера, можете взять любой бизнес. Ну, просто для примера больше всего эта сфера подходит. И если вот они будут заказывать такой сайт с нуля, такое вы приложение, сколько это будет стоить? Ну, это будет явно стоить 100-200 тысяч рублей минимум. Но, естественно, у них нет таких денег. И поверьте моему опыту, сколько я работал на фрилансе, в заказной разработке, когда приходит к вам барбершоп, салон красоты, максимум, максимум, на что они способны потратиться, это 20-30 тысяч рублей. Естественно, никакая, не идет никакая речь о создании заказной разработки с таким функционалом. Мы можем предположить, что мы можем создать шаблонный сайт для таких вот барбершопов с шаблонным функционалом, а каждый, скажем так, и продать, скажем так, таким салоном красоты готовый продукт за ежемесячную подписку, грубо говоря, в 5-7 тысяч рублей. Либо дать возможность выкупить пожизненный доступ. Классный вариант вроде, вы можете продать этим, сколько этих салонов, хотя бы его, допустим, вы берете 5 тысяч рублей с каждого, продаете 100 салонам красоты и считаете прибыль. Классно. Но, когда вы реально сталкиваетесь с бизнесом и понимаете потребности этого бизнеса, что оказывается? Оказывается, что такие решения, которые я писал, они создаются на шаблонных сервисах. Это все-таки программирование, это фронт-энд. Опять же, разработка в приложении делится на фронт-энд и бэк-энд. Чтобы полностью разработать такое приложение, вам, одному разработчику, будет тяжело, но возможно. Но все равно придет время, когда вы такое приложение должны более глубоко прорабатывать и понимать правильную архитектуру и разбираться в безопасности такого веб-приложения. И там нужно больше качаться в бэк-энде. Но есть фронт-энд и бэк-энд. Бэк-энд – это все, что происходит на сервере. Это вся бизнес-логика. Фронт-энд – это отрисовка внешнего вида и взаимодействие с пользователем. Так вот, фронт-энд пишется в основном сейчас на React. То есть нужно знать HTML, CSS, верстку, JavaScript, язык программирования и уметь пользоваться фреймворком React для фронт-энда. На бэк-энде, если вы, скажем, больше разбираетесь во фронт-энде, вам подойдет Node.js, его экспресса. То есть там за неделю вы разберетесь в бэк-энде. Либо, если более что-то такое классическое хотите, то это, конечно же, Laravel на PHP. И потом нужно соединить это все фронт-энд с бэк-эндом. И когда вы говорите об этом вашему потенциальному покупателю, он начинает смотреть интернет. Стоит ли покупать, не стоит. Что люди об этом говорят? Об таких технологиях. Ну, там суть даже не о технологиях. Поверьте, ваш потенциальный покупатель, который может у вас приобрести такой сайт, он уже посмотрит YouTube и посмотрит, на каких площадках создавать сайты. И там все рассказывается о том, что создавать нужно на готовых движках. И основной аргумент, он достойный аргумент. Он действительно имеет право на жизнь. То есть, суть в том, что если вы будете заказывать какую-то кастомную разработку или разработку на какой-то CMS-системе, а по факту ваша разработка перерастет в CMS-систему, систему по управлению контентом, потому что к вам, разработчик, к вам же как разработчику, у клиента не будет каждый раз обращаться, чтобы вы поменяли какой-то текст. Он захочет менять это самостоятельно. И вам нужно будет написать админ-панель, собственно, для него, как что редактировать. Более такая серьезная разработка. И он будет смотреть ваш клиент в различные видосы. Ему будут говорить, выбирайте готовую CMS-систему, не связывайтесь с кастомной разработкой, потому что там может высокая вероятность того, что будет сделано все криво, и ваш сайт будет в дальнейшем плохо работать. А если вы рассоритесь с программистом, который вам делал этот сайт, то делал этот сайт, то очень высокая вероятность, что вам будет сложно потом найти разработчика, который будет вам поддерживать этот сайт. А если не найдете, что такие разработчики, которые занимаются кастомной разработкой, они стоят очень дорого, нежели разработчики, которые работают на готовых CMS-системах. И поэтому говорят, выбирайте CMS-вордпресс, потому что самая знаменитая система для веба. Можете выбирать OpenCart, либо 1SBitrix, и вот все пропагандируют вот такую CMS-систему. И это очень развито. Я очень часто общаюсь с бизнесом, и каждый второй мне говорит про это, про готовые CMS-системы. И когда идет речь, когда к нам в компанию, к партнерам, с партнерами приходит бизнесмен, которого много денег, он занимается зерном, например, и он приходит, и ему говорит, что все-таки WordPress будет чуть-чуть тормозить, в принципе, и он придется, ну, много костылей там построить, и это все-таки готовый движок, который, скажем так, несет в себе определенные минусы, благодаря своим плюсам, да, то есть плюсы, то, что вы готовы решения, можете, уже любой сайт можете создать на системе WordPress, любым функционалом, даже с крутым личным кабинетом, но при этом, лучше всего, конечно же, мы говорим разработать на React, и на Node.js, и кастомная разработка, да, по срокам это на пару месяцев дольше, но зато будет классный, динамичный сайт, как говорится сейчас, SPA в веб-приложении. Ему рассказываешь, а бизнесу это не надо, бизнесу нужно уже завтра сайт, простой сайт, просто предоставлять информацию, получать трафик. Когда мы говорим с салоном красоты, по таким продуктам, просто у нас были такие продукты, мы-то слышим то же самое, да, в принципе, говорят, мне не нужна вот эта вся сложность, личный кабинет, мне особо не надо, мне надо, чтобы трафик пришел, человек оставил заявку, мы позвонили, с ним договорились, вот и все. Если я захочу такой функционал, мне проще перевести такой функционал в мобильное приложение, то есть, говорит, я буду брать, привлекать клиента, клиент будет приходить ко мне в салон красоты, мы ему после первого приема хорошо обслужим, потом предложим скачать мобильное приложение, и в мобильное приложение более тесная взаимосвязь, потому что, ну, сайт это сайт, а уж лучше пользоваться мобильным приложением, и это я слышу очень часто. И к какому выводу мы приходим? Мы приходим к тому выводу, что если мы говорим про веб-приложения, сайты, не сайты, пусть называйте как хотите, то людям нужен просто информационный сайт, информационный продукт, который просто рассказывает о компании, и который просто позволяет оставить заявку, чтобы мы потом с этим клиентом связались, все, никакое усложнение не нужно совершенно абсолютно никому, нет, некоторым нужно, но если мы говорим про разработку веб-приложения и хотим зарабатывать на ежемесячной подписке, мы должны предусматривать такое обстоятельство, что то нашим веб-приложениям должны хотеть пользоваться очень многие люди, то есть, очень многие компании, то есть, грубо говоря, хотя бы 100 салонов красоты должны захотеть себе в распоряжение такой функционал, и пусть даже это будет не готовые движки, но когда мы сталкиваемся с реальностями, в лучшем случае, в лучшем случае будет хорошо, если мы 10 таких клиентов найдем, потому что многим это даже не надо, им нужно просто привлечение, и тут мы сталкиваемся с таким обстоятельством, что веб-приложения в настоящее время, вы можете видеть многое, что в сети, в интернете, на ютубе, там много мастер-классов, делаем веб-приложения, такое-то, банковское веб-приложение, веб-веб-веб-приложение, даже мобильное приложение делают на веб-технологиях сейчас, но когда мы сравниваем это с реальным бизнесом, мы видим следующую картину, мы видим картину, которая нам говорит о том, что это бизнесу реальному не надо, реальному бизнесу нужно прямо сейчас, ну лучше, ну не прямо сейчас, Но уже завтра работающий сайт, который можно назвать приложением работающий сайт, который бы ему генерировал трафик, с которого не хотелось бы сразу убежать, а было все понятно, структурировано. И человек увидел, узнал об услуге, которую он ищет, что компания предоставляет эту услугу. Увидел четкую стоимость этой услуги, что в себя входит эта услуга. И возможность связаться с компанией и более детально все обсудить. Все, никаких сложностей больше не надо. Не нужны какие-то прокаченные личные кабинеты. А почему не нужно? А потому что сейчас сайты приелись, они уже обыденность. А мобильная разработка сейчас на высоте, она более интересна. И когда мы говорим про веб-приложения, мы можем что угодно с пеной у рта доказывать нашим потенциальным клиентам. Но для них это просто сайт. И они не хотят в какой-то сайт что-то вкладываться. Тем более они уже слышали, что можно на конструкторах. Сейчас это все бесплатно самому построить. И вы не докажете то, что хорошее вы так прям не сделаете. Нужно программировать. А когда мы говорим о мобильном приложении и говорим, принимаем концепцию клиента, что мы делаем информационный продукт, который вы можете просто привлекать клиентов. И реально на фрилансе вы как клиент такой информационный продукт можете сделать за 5-15 тысяч рублей, не вкладывая эти 100 тысяч рублей. И получая первых клиентов, потом предлагать скачать мобильное приложение. И когда у вас уже будет поток клиентов, вы можете заказать разработку мобильного приложения, сложного продукта. И в этом случае мобильным приложением будут пользоваться. А почему им будут пользоваться? В контексте того функционала, который мы заранее предлагали клиенту как веб-приложение. А потому что клиенту проще нажать иконку на своем смартфоне, потому что 80% уже трафика, это трафик со смартфонов. Потому что клиенту проще сделать два нажатия и оставить заявку, и увидеть уже, когда свободно у мастера того же время или нет, чем открыть браузер. В лучшем случае, если у вас сайт во вкладках, зайти во вкладку, перейти на сайт и это оформить все. А интернет может плохо еще работать, а может какой-то перебой с сайтом, или мало что может быть еще. Проще это сделать через мобильное приложение. И тут мы переходим уже к сфере мобильной разработки. И здесь уже мобильное приложение, чем хорошо, мобильная разработка, мобильное приложение, это уже не информационный продукт, это сервис, который позволяет сделать конкретные вещи. И тут мы уже можем нарастить и предложить клиенту различный классный функционал, о которых я говорил в веб-приложении. При этом предложить очень прикольные психологические инструменты по взаимодействию с клиентом, личные акции посмотреть. Ну, плюс делать там функционал для администраторов того же барбершопа в том плане, что он может видеть, какими услугами, перед какими праздниками чаще пользуются клиенты. И какие-то скидки, личные персональные акции. Может, короче говоря, он увидеть периодичность, которая приходит к нему клиент. То есть, уже здесь такие стратегические инструменты по планированию мы можем внедрять. И это, конечно же, функционал более серьезный, чем может быть в веб-приложении. В чем суть моего посыла? В том, что мы можем себе, мы можем мечтать, предугадывать, какое мы классное веб-приложение сделаем, и как же оно будет классно, и полезно бизнесу. Но есть наши мечты, а есть реальность. А реальность такова, что современному бизнесу в массовости своей не нужен тот функционал веб-приложений, который мы хотим туда заложить и сделать как готовый продукт. Ему нужны конкретные, конкретный информационный продукт просто с информацией о бизнесе. Все остальное ему в массе своей не нужно. Кроме того, когда мы делаем готовый продукт, я часто даже делал, когда готовый продукт, по тот же WordPress еще раньше, я очень часто видел, что готовый продукт – это зло в вебе. Потому что каждый заказ у всех этих салонов красоты или у другой сферы доставки воды, все что угодно возьмите, он сугубо индивидуальный. Там очень сложно предугадать общее что-то шаблонное. Каждого все индивидуально. И даже когда вы делаете шаблонный в какой-то вариант, нужно дорабатывать, и по факту это все равно кастомная разработка. И поэтому большей популярностью пользуются не готовые продукты, а разработка на заказ. У меня была статистика пару лет назад. Я сделал готовые приложения для барбершопов. Ну там салоны красоты барбершопы. Так вот, у меня в месяц, я очень сильно декламировался тогда, и это я делал на иностранный рынок. Хочу заметить, на иностранный рынок. И в общем-то у меня в месяц было 1-2 покупки готового приложения и в районе 10 заказов на разработку сайтов. Это я говорю к тому, что когда мы говорим про веб, это исключительно заказная разработка. Все остальное не имеет права на жизнь. Там есть рынок, где вы можете делать готовое веб-приложение, как программист. Допустим, например, сайт по продаже игр, сайт по продаже чего-то такого-то уникального, в чем вы разбираетесь. Но это настолько маленький процент таких продуктов, допустим, либо графический онлайн-редактор. Но там нужно очень серьезные денежные вливания, очень классный маркетинг нужен. И это настолько мелкий рынок, в который нужно умудриться попасть и заходить с идеей своего продукта в веб. Это очень рискованная штука. Мобилка, все намного проще. Проще рассказать, проще убедить клиента, что ему этот нужен функционал, проще обосновать ему, что вы на волне всегда с вашим клиентом, так как вы имеете доступ по факту к его смартфону, вы имеете доступ к клиенту и можно делать очень классные вещи, которые легко обосновать с учетом нынешних реалий. И вот когда мы говорим про мобильную разработку, на моем канале мы говорим про Android-разработку, то в этом случае разработка своего продукта это очень классная вещь, которая будет очень классно работать и приносить доход. Когда мы говорим про веб, это скорее всего заказная разработка. На своем продукте вы плохо заработаете. Когда мы говорим про мобилку, заказная разработка есть, но я бы на самом деле и не занимался, я бы делал свой продукт. И когда вы смотрите на рынок и думаете, куда вам пойти учиться, что и какую сферу изучить, и чтобы зарабатывать на своих проектах. Однозначно мобильная разработка, не веб. Если хотите заказную разработку зарабатывать уже через неделю, то изучаете WordPress, идете на фриланс, и будете зарабатывать через полгода, ежемесячно, там 50-70 тысяч рублей, будете зарабатывать без проблем. Но нужно сейчас смотреть со стороны бизнеса, что реально бизнесу нужно. А бизнесу нужно просто информационный сайт, и потом с возможностью получить клиента, а потом попросить его установить мобильное приложение, где более тесто с ним работать. Нужно посмотреть со стороны клиентов. Посмотрите со стороны себя, как вы заходите в интернет, что вы смотрите на компьютерах, что вы смотрите на смартфонах. Как часто вы смотрите, как часто вы работаете со смартфоном, как часто вы работаете с ПК. И посмотрите, что вам проще, зайти на приложение в приложение или зайти на сайт. Ну, конечно, есть нюанс, что мобильное приложение должно нести функционал, которым пользователь должен пользоваться хотя бы раз в неделю. Тут тоже есть свои нюансы. Но на самом деле проще заработать с мобильного приложения. Вот такое вот видео длиннющее получилось. Больше, конечно, про веб-разработку. Но хотелось поделиться своим опытом, своими выводами. И хотелось бы уберечь вас от ошибки. В принципе, это все, что я хотел рассказать. Встретимся на следующей неделе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok